Приветствую вас! Для начала мне бы хотелось спросить, какие методы вы использовали для того, чтобы забыть человека? Вот вы говорите, использовали все методы, мне известно, какие именно методы, как вы их применяли и чего вы хотели получить в итоге? На самом деле, забыть мужчину в физическом смысле, в физиологическом смысле, то есть в смысле стирания воспоминаний из памяти, возможно, только гипнотически, но и то ваши эмоции по итогу сохранятся и будут все равно давать ошибернат. А вы хотите избавиться от негативных переживаний, которые присутствуют у вас из-за того, что вы помните о мужчине. И если вы не можете человека забыть, если это причиняет вам боль, то речь идет о том, что вы его, конечно же, любите. Но как вы его любите? Любите вы его для себя. То есть, раз вы не можете его забыть, на что он вам нужен, для чего-то, он для чего-то нужен вам, и это значит, что он является источником удовлетворения ваших некоторых потребностей и желаний. И вот об этом и нужно разговаривать. Какие это потребности, какие это желания, что вы потеряете, когда они вместе с этим мужчиной, что вы вкладываете в эту любовь, что она для вас, и что вы хотите среди нее для себя получить. Почему я это спрашиваю? От того, что если бы вы любили любовью настоящей, если бы вы любили любовью искренней, то вы бы просто были бы счастливы от того, что ваш человек тоже где-то счастлив. Но этого у вас не происходит, и, соответственно, вы мучаетесь, вы переживаете, поскольку это ваши эмоции, ваши переживания, значит, и вы же испытываете фрустрацию, то есть невозможность реализовать то, что вы хотите. И, говоря о том, чтобы забыть мужчину здесь, вы, сами того не осознавая, говорите о том, как мне забыть то, чего я хочу, и не пытаться реализовать это через то, что не работает. То есть, это заведомо неверная постановка вопроса. Ваши желания забывать не нужно, более того, их нужно знать и реализовывать правильно, и вот в правильности реализации заключается самая большая проблема. Собственно, именно так и можно перестать воспринимать мужчину, как единственное средство для достижения того, чего вы хотите. И вот когда вы перестанете это делать, тогда вы вступите на путь его забывать, тогда вы вступите на путь свободы от него. А пока у вас любовная зависимость, и любовная зависимость убирается только путем осознания своих желаний и правильного их удовлетворения. Так что, можно, конечно, предполагать, какие методы вы использовали для того, чтобы забыть мужчину, но эти методы явно были неэффективными, раз у вас ничего не получилось, и вы пришли к нам. И раз вы пришли к нам, то вам необходимо принять ту помощь, которую мы вам предоставляем, и воспользоваться ею. Но, следует помнить, что это усилие с вашей стороны. Это желание меняться, желание расширять свой кругозор, желание принимать некоторые моменты, которые вам могут быть неприятны, страшны, неудобны и так далее. Только так можно решить вашу проблему. Конечно, решать вам в итоге, будете вы это делать или нет. Но никто такого вот волшебного средства, чтобы раз и забыть мужчину, вам, к сожалению, не подскажет. Потому что такого средства нет. Как я уже сказал, даже гипноз не снимает эмоциональных переживаний. То есть, да, воспоминаний нет, точнее, они блокируются. Но переживания, чувства есть. Просто вы не понимаете, откуда. Едва ли это можно назвать выходом из ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вас всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok